По-царски на ручках и размахивая палкой. Вот так по-разному финишировали на Камчатке 10 участников традиционной гонки на собачьих упряжках Берингия. Финиш состоялся 19 марта, но только сейчас видео оказалось в распоряжении нашей редакции. Этими кадрами невозможно не поделиться. Самым эпичным был финиш Николая Левковского. Вы только посмотрите на его осанку. Совсем не скажешь, что человек за последние 19 дней преодолел почти 1100 километров. Широкая улыбка, ободряющие выкрики и аплодисменты. Есть еще порох в пороховницах. Шесть лет перерыва и второе место – отличный результат. При этом посмотрите на четвероногую команду Николая Николаевича. Для этих собак точно 15 километров не крюк. Чего не скажешь о питомцах Ивана Невани. Одна из собак приехала на финиш на ручках, что очень мило. Надеемся, что собака сильно не пострадала, ведь гонка нелегкая. Например, у одной из участниц, Алисы Ищенко, собаки заболели бронхитом. Она была вынуждена сняться с седьмого этапа гонки. А всему виной – погодные условия. Да, ссоры мы шли, была прекрасная погода. Ровная твердая шахма. Мороз, правда, был сильный. А вот после эльпыря потрепали пурги нас там, поискали каюров. Но в целом все в порядке, все живы-здоровы, собаки целые. Если кого-то и потрепали пурги, то точно не Анастасию Симашкину, финишировавшую четвертой. До самого конца она бодро помогала своим собакам. А вот Анна Еремина финишировала под восхищенные возгласы встречающих. Встреча заслуженная. Анна стала лучшей по итогам гонки, проведя в пути 73 часа 44 минуты и 39 секунд. Именно на нее делали ставку большинство каюров перед стартом. Да и сама дебютантка понервничала перед началом гонки, так как ее партнер по команде Владислав Демченко снялся с участия. Была небольшая паника из-за того, что получилось, что я иду одна. Но, как я уже сказала, все было замечательно. Компания просто шикарная. Ребята меня поддерживали физически и морально, как могли. Я бы не пошла, если бы не знала, что здесь такие люди, которые меня всегда поддержат. Поскольку мы в том году прошли эту гонку вместе. И, в принципе, я знала, что есть люди, которые не дадут мне тут ни унывать, ни грустить, ни впадать в какие-то истерики и так далее. Напомним, что гонка проходила по маршруту Мильково-Теличики. 15 этапов общей протяженностью в 1100 километров.